всем привет друзья у нас сегодня 24 августа 24 год такая интересная дата и только-только мы тут с пашей покосили нашим саду вечер и я вот подумала закачав несколько фото телеграм-канал почему бы мне собственно говоря не пройтись и не снять сад вот в таком его виде обратила внимание как уже постарел ваш домик который он делал друзья четыре года назад как я радовалась когда он его делал ну кстати мы уже его обновляли вот здесь паш красил потому что изначально он просто был у нас пропитан такой пропиткой видите но со временем стало это все облазить и когда паша в прошлом году или позапрошлым кажется позапрошлым вот эту часть стал красить вот мне не очень понравилось сказала не надо пусть случае он будет в таком виде сейчас я понимаю что конечно ему необходимо обновление друзья цветник который мы делали пашка пал я цветы сажала камни сама тут таскала раскладывала кстати от березы вот береза она очень сорное дерево вот только-только ее когда обрезали все из под нее убирали опять веточки вот и друзья вот так вот все выглядит так все осталось кстати совершенно не мешают вот эти листья хотя воздуходовым их можно собственно и сдуть отсюда но мне кажется они какой-то такой колорит создают такой знаете природный даже в какой-то степени как будто это какой-то настоящий ручей но могу ошибаться пишите как вам давайте немножко отсюда выберемся друзья и побродим по саду мне прям захотелось побродить вам показать что-нибудь такое интересненькое вот друзья буду переделывать этой осенью полностью вот этот цветник потому что все цветники из почвопокровных растений они на 3-4 максимум на 5 лет потом необходимо что-то убирать подсаживать знаете во первых не могу здесь от сныти никак избавиться но ее надо лентуром побрызгать я вот в начале сезона брызгала и в принципе она мне все лето не беспокоила но под конец лета вот она опять вылезла и ее в общем то бесполезно как-то пытаться тут убирать ее только надо побрызгать лентуром вот я брызгаю этот цветник весь у меня тут очитки и лентура он действует избирательно только на сныть и друзья смотрите еще почему буду переделывать срочно срочно надо избавляться от этого очитка это едкий очиток и это страшное дело это как раз друзья для тех мест где вы хотите чтобы у вас вот как-то это спасало от сорняков но ему надо отдать огромной территории потому что он безбожно размножается и вытеснит все растения и не только из-за того что он такой вот агрессивный так стелется но и потому что он друзья распространяет какие-то вот соки свои назову это так которые уничтожают все рядом находящиеся растения поэтому это крайне опасное растение вот ну конечно под какие-то кустарники его высадить можно кустарникам он не навредит а вот если рядом с ним вот еще какие-то многолетние цветочки такие почвопокровные то он конечно и все вытеснит вот я очень хочу это все переделать прям очень хочу он там у меня откуда-то появился вот и прям вот знаете друзья буду заниматься этим осенью немножко попозже потому что сейчас не хочу здесь разводить такой некий бардак потому что бардак будет обязательно осенью друзья очень хорошо сажать все 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 почти все растения за редким исключением они хорошо приживаются у нас и это очень шикарное у нас время для посадок пересадок делений прочего прочего я прошлом году в октябре даже гейхеры делила и они у меня вопреки прогнозам многих зрителей прекрасно вышли и зимовки и растут вот ну я сейчас вам их покажу немножечко сейчас пройдусь вот так покажу вам немного сад здесь друзья у меня тут роза цветет вот это очень лохматая но очень душистая не знаю сорта к сожалению очень лохматая но очень-очень душистая прям проходишь здесь такой шлейфовый аромат розовый вот прям чудесная роза пахнет очень хорошо вот я наверное уже в этом рассказывала очень сильно тоже так активно не знаю как правильно сказать расцвела вот эта роза кустовая друзья мои вот который похоже на салих омс но это не салих омс который похожи с моей точки зрения на неваду но подписчики мои пишут что это не невада но она очень очень красивая друзья вам обещала показать как здесь убрать вот этот вот шиповник видите так у меня и даже до него руки не дошли может быть завтра дойдут я вам покажу подлезу туда покажу как его правильно удалить хочу вам знаете показать поближе цветки потому что очень многие пытаются всегда угадать эту розу и здесь надо вот прям заглядывать внутрь цветков потому что основание у них такой знаете как бы вот такой желтоватая вот и бутоны у нее желтый вот не знаю может быть кто-то узнает друзья может у кого-то такая роза есть но цветки друзья держит недолго недолго вот но за счет обильности цветения она конечно королева в саду и знаете очень неприхотлива и всегда хорошо зимует никогда ни разу не вымерзала просто наикрутейшие розы один раз она мне даже с апрела под укрытием на не укрытие упала друзья и когда мы разобрали укрытие она была вся 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 в плесени это было в марте я ее обработала всю бордовской смесью и вы знаете она полностью у меня потом хорошо весь сезон и цвела и росла и даже побеги не пришлось ей удалять друзья мои это это английская роза бывает забуду название все как вылетит из головы и все но я называла в прошлый раз поэтому я думаю не столь важно так друзья здесь у меня вот такой можжевельник они так быстро друзья обрастают вот когда их выстригаешь некое подобие там не ваки да вот пытаешься удалять паутина паутина сейчас кругом друзья паутина вот это кругом кстати она может свидетельствовать и о паутином клеще но это уже в запущенных стадиях поэтому надо проходиться кстати по хвойным тоже обязательно путина клещ очень любит и вот они знаете когда их выстригаешь они достаточно быстро у нас зарастают только успеваешь стричь форму придавать здесь ваш поставил такой лежак прям знаете как то очень красиво мне кажется смотрится со мной ходит луна тут меня под ногами друзья береза смотрите какая красивая стала такая знаете прореженная воздух не гуляет красивая хотя береза наверное вообще-то нас никогда ничем не болеет крайне крепкое дерево там кое-где веточки вот остались не упали после обрезки ничего осенью мы их уберем когда будет получше все видно ну и друзья пойдемте дальше с вами пройдемся я вас вожу все подниму тем же местам пойдемте может сходим с вами за дом но там вот опять я слышу соседский пёс лает мне бы конечно не хотелось чтобы нам мешал этот соседский пёс там даже их целых три вот и я не бывает как начнут лаять между собой то ого-го так друзья леатрис вот леатрису как я уже говорил надо место для красоты вот там где он у меня рос кое-как воткнутый там он и рос плохо и в одном месте он у меня же даже не растет а вот где ему место дали там он конечно смотрите какой стоит красавец 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 вообще конечно всем цветам надо место что говорить все они любят быть королями и только в этом случае показывают нам всю свою красоту white fairy друзья вот эта роза кустовая white fairy вот английскую забыла как сорта это вспомнила хотя редко я вспоминаю какое название white fairy кустовая роза очень обильно цветущая такая красавица маленький маленький у нее такие знаете цветочки вы знаете я не могу сказать что они прям плохо совсем держатся ну так средненько но за счет обильности цветения когда она цветет у нас летом первым цветением это чудо невероятное но она сейчас еще тоже подсветет там луна друзья у меня немножко вот это роза альберих неважно себя чувствует но это скорее всего от недостатка питания здесь не черная пятнистость потому что нет ни пятен ничего чисто вот вот такие листья друзья это недостаток питания но вы знаете там еще и побеги старые они первым цветением поцвели и видно больше у них сил нет их надо просто удалить вот эти старые побеги хотя еще раз говорю первым цветением они цвели все хорошо почему были оставлены ну вот когда у вас друзья желтеет у розочки просто так листочек это говорит просто недостатки каких-то веществ что-то ей не хватает хлорозит вот может быть ну азота азота уже им не нужен а вот конечно подкормить золой надо костной мукой да но я органику люблю можно конечно минералку и магний все им надо розам что говорить они покушать у нас очень и очень любят пойдемте дальше друзья здесь у меня принцесса анна она меня очень и очень радует прям вы знаете ну посмотрите как она может не радовать посмотреть как она цветет это какое-то чудо это вот знаете настолько какая-то неприхотливая роза это ну вообще чудо чудесное вы посмотрите какая красота друзья даже просто невероятно посмотрите ну только посмотрите здесь чуть-чуть цветочек один удалить и друзья да сначала сентября уже старайтесь розочки не не обрезать вот этих отсветшие соцветия вот эти вот уже обрезать не надо потому что эти семена они дают розе понять что когда они возревают розы понимают что близится зима и надо к ней готовиться посмотрите друзья знаете мне напоминает сейчас вот эта роза что крозу вот такой махровую ведь по типу цветения видите как будто вот какой-то вытянутый такой цветонос и на нем много-много розочек вот не не просто тогда штук розы называют штук розой потому что правда похоже мне вот как-то были махровые штук розы но они двулетки и в общем то я потом видно их самосев успешно выпололо и больше они мне не свели ну на самом деле махровые штук розы очень красивые и друзья конечно вот эта роза шикарная я не знаю название к огромному сожалению надо покопаться в своих бланках что мне там элит присылал потому что это роза была положена ими в подарок и я помню как-то раз они писали прям уже в бланке при заказе это много роз заказывала и они писали уже в бланке что как какие-то подарки они клали он друзья прям я настолько хочу найти что это за роза мне кто-то написал что она очень похожа на абрахам дерби друзья у меня абрахам дерби никогда розы не было я знаю что это роза очень известные многие любят ну напишите как вам кажется может быть абрахам дерби или нет она невысокая видите она может быть максимум сантиметров пятьдесят и не широкая вот такая розочка ну просто невероятная она настолько красиво я вот даже друзья если захочу описать ее цвет у меня не получится это безумно красивая роза в таких персиковых оттенках вот кто любит такие розы ну вот жалко что конечно я вам не могу сорт назвать потому что вы мне скажете какой смысл какой смысл облизываться если сорт не знаю да вот все правильно ну посмотрите все таки не могу вам ее не показать очень очень красиво очень паша поливает паша мне кажется их вообще не надо поливать ты знаешь столько дождей было я думаю что ты даже не старайся прям очень много дождей было нас залило думаю не стоит их поливать сильно а вот этот паутиного клеща обработать надо потому что вот друзья на пороге цветы сейчас вам их покажу которые обработали от паутиного клеща не хоть наконец-то стали бутоны набирать а то вообще думала погибли всему виной паутинный клещ давайте немножко еще вот этот розари посмотрим мне конечно друзья розари не идеальные я тут сегодня будут них траву выпалывала активно раз в три недели я обычно сюда вовнутрь залазил у меня здесь нет мульчи но здесь иногда конечно же нарастают сорняки которые приходится удалять вот здесь лилия цвели и сейчас цветут вот розы здесь самарканда большие большие кусты самарканды у этой розы цветок похож большую большую гвоздику смотрите там растут и он не пион друзья простите георгин и собственно говоря мне здесь большие большие розы все большие просто большие почему покровники еще колокольчик карпатский цветет и собственно говоря если гвоздика росла вот такими подушками уходит на зимовку сизой обрезать ее ни в коем случае не надо она вечно зеленая друзья гвоздика так уйдет на зимовочку пойдемте посмотрим как у нас там петуния нарастает рядом сидит на что-то в поле их ну вот они наконец-то видите как друзья сильно пути на клещ объел и главное я бы даже никогда не подумала на паутиного клеща если бы не рядом растущий колиус на котором я собственно этого пути на клеща и увидела потому что колиус они прямо очень сильно любят все эти паутинные клещи и там просто знаете они способны за день такой куст съесть они там настолько им хорошо было что я уже когда паутину увидела только поняла в чем дело просто как-то даже внимание не обращала и вот рядом стоящую петуни вот в этом горшке они сильно подъели а вот подальше там дела обстоят получше и даже вот после обработки аллатаром всего лишь однократный однократный латар очень хорошо помогает от паутинного клеща друзья бывает даже ну я не знаю как это работает но правда не бывает и одной обработки хватает хотя конечно надо бы две три сделать вот посмотрите все стал расцветать потому что вообще не свели вообще месяц не свели после обрезки я уже думаю что ж такое то а их оказывается друзья пути на клещ подъеда пойдемте дальше с вами розанна розы у меня тут спрашивали как раз про нее друзья мои наконец-то наконец-то эта красавица у нас очнулась от зимы и даже цветет очень красивая роза кордоса долго держит цветок друзья я засекала три недели причем не страшен и ветер не страшен и дождь она только немножечко как бы знаете такими веснушками покрывается вот то есть вам резкость навести со временем то есть вот как вы знаете как бы весну щита и такая становится но очень очень красиво очень мощная роза очень огромные у нее плети смотрите плеть какая пойдемте дальше посмотрим за дом ваш покосил я косила здесь сейчас конце пошел же там и пойдемте посмотрим хотя уже совсем темно уже надо фонарики зажигать да уже фонарики можно зажигать чтобы как-то с фонариками вам сад показать тоже смотрится красиво вот здесь еще очень хорошо у меня цветет друзья и бузульник вот у нас какие-то шумы кругом друзья летают самолеты есть машины я вот всегда завидую знаете кому у кого дачи находятся в лесу и кроме пение птиц нету ничего но у нас мы друзья живем в поселке здесь у нас движуха еще то я вам могу сказать здесь очень и очень у нас с движением так не слабо вот конечно хочется жить в лесу и слушать пение птиц так давайте с вами так здесь паша сегодня перекладывал кирпич вот тут везде не строительные дела шли потому что он продолжает отделывать сок или фундамента вот таким сайдингом под кирпич и вот этот кирпич который у нас 2008 года от баня остался вот он сегодня часть переложил теперь надо сделать часть сайдинга и потом переложить оставшуюся часть кирпича так ну вот уже слышите наверное собаки поэтому хочешь иногда знаете походить друзья и не получается то собаки мешают еще что-нибудь ну ну безумная красота знаете уходящего лета конечно же во все чувствуется осень и росы такие знаете вечерние уже это действительно росы и они чувствуются что это роса здесь у меня тоже цветут прекрасные гортензии небольшие друзья это из своих черенков это по-моему ванил и фрайс сюда попала я их начеренковала потом забыла где что черенковала по красу похоже на ванилку а тут друзья рядом розочка розочка японская тилия тилия посмотрите какая интересная красотка как вот она сейчас интересно смотрится в таком освещении здесь мои любимые гейхеры которых у меня большое большое количество не запрос поступил друзья про гейхеры рассказать поскольку у меня их много и они у меня всегда хорошо зимуют вообще растут неплохо слизень сидит ну как же без слизней да так друзья пытаюсь вылезти цветник зашла пытаюсь отсюда вылезти здесь вот такие бузульники цветущие луна за мной ходит то на прыгай давай молодец красотка друзья у бузульника уже семена видите если вы немножечко подождете они будут когда вызрюют пушистые как у одуванчика эти вот отсветшие соцветия собирайте их и можете сеять в марте они прекрасно сходят из своих семян лучше держать их после сбора где-то в холоде в прохладном месте вот пойдемте друзья попробую зажечь свет в беседке здесь паш тоже поливал традисканцию традисканцию вот конечно сложновато поливать поскольку она висит вот так наверху так мои тапки друзья так что здесь уносить ноутбук за которым я сегодня работала так и я друзья зажгла вам фонарики чтобы показать такое чернее освещение как она смотрится из беседки беседки кстати тоже можно свет включить наверное это сейчас сделаю потому что будет красиво вам показать и пойдемте с вами еще походим вот так традисканции смотрятся кажется очень красиво насти конечно огромной благодарны за традисканции я даже никогда не подумала и не вспомнила о них вообще здесь друзья у меня зеленые с этой стороны плохо видно здесь вот такая зеленая пойдемте идемте выходить так смотрится наш сад вечерний хотела вам утренний друзья снять завтра с утра но сняла вечерний сегодня может быть и утренний тоже сниму здесь тоже цветут розы вот там сейчас такую подсветочку мы дали и конечно они освещаются конечно смотрится красиво так друзья так ну последняя часть у меня осталось где я еще не побывала сегодня вечером это мой новый цветник с большим количеством вербены которая будет свести еще долго я впервые и посадила но мне многие подписчики мои писали что она будет свести даже после заморозков друзья я конечно буду рада если это будет так ну потому что интересное такое растение прям очень украсила в этом году это оно было бы такое пустоватое место и посмотрите как красиво вот поэтому друзья мои я не пользуюсь мульчи потому что я стараюсь украшать первый год все цветники вот какими-то однолетними интересными растениями вот конечно когда-то я и бархатцы сажала ну бархатцы знаете есть такие мелкоцветковые очень красивые крупноцветковые мне не нравится вот мелкоцветковые если что-то такое желтое надо то они смотрятся очень красиво дорого и оригинально но это как бы такой цвет мне больше розовый хотелось он не под розы конечно подходит больше этот розовый цвет нежели какой то такой ярко желтый ну если вы любите то можно ну вот друзья флоксы белые уже тоже отсветают ну и потихонечку спускается темнота окончательно садится солнце и друзья мои вот такой мы с вами сделали обход сада я кстати не планировала сегодня снимать ничего для цена ну видите сняла как-то неожиданно мы так с пашей хорошо убрались причем знаете как-то и и тоже не планировали потому что паша весь день соколе бивал я работала в беседке а потом я решила что надо сменить обстановку и сменить умственный труд на физический кстати очень здорово помогает и когда устаешь лучше и лучше что дает возможность отдохнуть это просто сменить сферу деятельности и лучше всего да если работаешь умственно значит сменить на физический труд походить с косилкой пополоть и прямо это очень хорошо работает что ж друзья вот такой вечер сегодня 24 августа 24 года в подмосковье желаю всем хорошего настроения приятного вечера ну и всем пока